Мать заплатит за падение 4-летней дочери с 8-го этажа. На Екатерину Гончарову завели административное дело. Подробности чудесного спасения девочки узнаем у нашего корреспондента Марии Лебединской. Привет, Маша. Ну, деньги в этой ситуации не главное. Удалось выяснить, как вообще девочка выбралась на балкон и каким образом все это происходило? Здравствуй, Юра. Мы сейчас находимся действительно на 8-м этаже. Вот за стеной квартира 4-летней Вари, откуда, собственно, и упала девочка. Если посмотреть отсюда, головокружительный просто вид. Видно садик, куда девочка ходила, также детскую площадку. Ну, а вот рядом практически с домом примятая трава. Это место, куда вчера рухнула 4-летняя Варя. Собственно, у происшествия несколько десятков свидетелей. Здесь вместе с детьми вчера вечером гуляли родители. Одна из свидетельниц происшествия нам рассказала о случившемся. Девочка решила погулять. И когда она не обнаружила опоры, она начала пытаться залезть обратно. Вот. То есть она подтянулась на ручках. Подтянулась. И уже народ тут внизу просил, что давай, давай, давай. Поддерживали ее, как могли. Мужчины вот сюда вот вышли, молодцы. Ну, в общем, счастье состоит в том, что мужики не перевелись. Она спиной, она попой, вот она ножки опустила, пыталась найти опору. То есть ногой пошурудила, опоры не нашла. Когда она не нашла, начала пытаться вернуться, обратно. Но обратно не получилось. Женщина побежала за одеялом. Пришла с одеялом, но уже, в общем, уже девочка упала в этот момент. То есть люди подключились. Люди начали вызывать скорую помощь еще вот из того двора. Мама оставила Варю буквально на несколько часов, чтобы закончить свой рабочий день. Девочка и раньше находилась дома одна. Знакомые семьи рассказывают, что Варя достаточно подвижный ребенок. У них в квартире стоит рядом с ограждением балконным табуретка, на которую, видимо, Варя и забралась. Как она открыла балконное окно, неясно. Однако девочка оказалась по ту сторону. Но и вот стоит отметить, что за несколько минут до происшествия Варе позвонила мама, и девочка рассказала ей, что все в порядке. Я за пять минут до этого ей извинила по 700-го, и мы с ней разговаривали. Она говорит, что сейчас мы все мучили, все хорошо. И буквально через 10 минут ко мне прибегает Светка на работу и говорит, что у меня выпала моя девочка. Я не поверила, я говорю, не может такого быть. Закрыт был, был закрыт и балкон, и лоджия была закрыта. Окна у нас не пластиковые, обычные старые деревянные рамы, которые закрываются на 2 штаны галета, на верхние, на нижние. Я удивляюсь, как она могла дотянуться до вершнего штаны галета. Вы сейчас видите тот балкон, на котором несколько минут провисела Варя. Она не кричала, внизу было много народу, и один из маленьких мальчиков заметил ее. Он сразу позвал на помощь, и внизу зашевелились люди. Одна женщина побежала за одеялом, ну а мужчины выстроились под окном и стали ждать. Через несколько минут Варя разжала руки и рухнула вниз. Она упала на Александра, на его правую руку, которую он вытянул, чтобы поймать девочку. Она скатилась у него по груди и уже после рухнула на землю. Таким образом мужчина смягчил падение. Варя буквально родилась в рубашке, ну а вот Александр теперь сходит с загипсованной правой рукой. Полетела и зацепилась за цветочек где-то в пятый, шестой этаж. Я руку эту и все, у меня на грудь, на это, вот все так и получилось. Сейчас девочка находится в больнице, от нее ни на минуту теперь уже не отходит мама. Постоянно девочка под наблюдением специалистов. Ну и стоит отметить, что знакомые семьи рассказывают, Варя сейчас боится встать на ноги. Просто потому, что не доверяет ногам, ей кажется, что она постоянно может упасть. Собственно, послушаем комментарии специалистов. Получила незначительные повреждения. У нее легкая черепно-мокровая травма и перелом плеча, незначительный перелом плеча. Все. То есть ребенок в настоящее время абсолютно в сознании, стабильный. Вот жизни ничего не угрожает. Мама Вари одна воспитывает двух дочек. У женщины напряженный рабочий график. Она работает здесь, в фотоателье неподалеку. И постоянно она в тот вечер бегала проведать Варю. Она звонила ей. Ну и, разумеется, из-за напряженного рабочего графика ей приходится оставлять девочку дома одну. Однако в этот раз уследить за ней не удалось. Один раз было, что она ее там на 20 минут оставит. Потом было, что из садика приведет, побудет здесь. Девчонка очень шумная, мешает. Но она ее заведет домой, там по корню топует, прибежит, тут, грубо говоря, что-то какое-то сделает, убегает. Но это было 15-20 минут. Она ее оставляла, потому что выбор одет. У ее родителей, насколько я знаю, в саду со старшим ребенком муж ей не помогает. Работа 9, садик до 6. То есть, да, она ее оставляла. Но вот говорю, это контроль по телефону, это каждые 5 минут беготня домой. Живет недалеко. То есть, ну, видимо, была необходимость. Ну, что Варя, она действительно очень такой шкодный ребенок. Залезть, прыгнуть там. Ну, вот в плане, что вот обычно в зоомагазине. У меня двери спокойно могла открыть, забежать там. А сами понимаете, деньги, клиенты, это не всегда допустимо, особенно, когда народу много. Ну, и, конечно, Катюхе просто выбора не было. Сейчас в скваре приехал папа. Родители находятся вместе с девочкой в больнице. Ну, а ее спаситель Александр постоянно туда звонит, чтобы справиться о здоровье малышки. Ему от Верхосецкого и прокуратуры уже готовят благодарственное письмо, которое он скоро получит. Юра, тебе слово. Ну, самые большие благодарности, конечно же, от родителей девочки. Это действительно чудо. И такое чудо происходит, к сожалению, не каждый день. Спасибо, Маша. Это был наш корреспондент Мария Лебединская из Екатеринбурга. Но специалисты в один голос утверждают, девочке действительно очень повезло, что на ее пути попался такой неравнодушный человек. Малышка, по сути, отделалась испугом и незначительными травмами, еще и потому, что ей всего лишь-то 4 года. Она легкая и суставы у 4-летних детей очень гибкие. У детей действительно хрящевой ткани гораздо больше, чем костная. И у них то, что мы получаем переломы, скажем, полный перелом костей, у них чаще происходит то, что называется надломы и трещины. И немножко другой вариант, собственно, повреждения костной ткани. Это больше мышечной, больше гематомы. Поэтому у детишек травматология немножко иная, но и заживление идет по-другому. Это во-первых. Во-вторых, смотря на что падает. Если ребенок будет падать на асфальт, однозначно, как говорится, тут будет только, как говорится, в старых сказках мокрое место останется. На самом деле это чрезвычайно опасно самим предпринимать попытки по спасению. Вот я слышал, человек совершил георгический поступок, но это самого человека спасло от травмы то, что ребенок зацепился за провода, за оттяжки, которые были на высоте. Конечно, в первую очередь нужно позвонить службу 112, 101, вызвать пожарных спасателей. Они приедут, у них есть специальное оборудование, которое поможет.